В 20-летних наблюдениях Саши Турбинера над интегрированными плантовыми гамильтиньянами типа колоджера-моза. Что имеется в виду? Имеется в виду хорошо известные интегрированные гамильтиньяны вот такого вида, вообще говоря, N-мерное, где потенциала в первоначальном варианте, открытом колоджеры-мозором, рациональная функция, которая есть сумма, типа там единицы делить на х минус х в квадрате. Потом было обнаружено, что эти потенциалы бывают как рациональные, так тригометрические, так и электрические. Потом было обнаружено, что имеются классы потенциалов, связанных с системами корней, с простыми алгебрами Ли. И все эти гамильтиньяны интегрированы в том смысле, что у них имеется достаточное количество коммутирующих с ними дифференциальных операторов. Вот, к примеру, гамильтиньян колоджера-мозора, связанный с эллиптическими функциями. Хорошо известен же, называется там как-то Каплин-Констанс. А в чем заключаются 20-летние наблюдения Саши Турбинера? Он обнаружил, что на уровне гипотезы все эти гамильтиньяны, некой заменой переменных, приводятся к полимеальному виду. Я покажу просто примеры. То есть все, которые интегрируют? Да, все интегрируемые гамильтиньяны, связанные с системами корней, как эллиптические, так и рациональные, так и геометрические, все можно привести к полимеальному виду, то есть дифференциальным операторам с полимеальными коэффициентами. Но, например, для эллиптических гамильтиньянов, которые сейчас активно исследуются, даже в простейшем случае n равно 3, замена переменных не была известна. Вот, и один из основных результатов, который я буду рассказывать, это просто замена переменных, которые приводят такие эллиптические гамильтиньян-Каллоджио-Мозер к полимеальному виду в простейшем случае n равно 3. А просто для необразованных рояда какая функция эллиптическая? Эллиптическая функция вестрасса? Вестрасса, да. Это Пи, да? Пи. Ну, оно вроде так, да, Пи. Так обозначено. Вроде оно так и пишет, специальная буква. Ну, перезвеси на буква. Пи. И что, давайте для начала рассмотрим пример, ну, уж самого гамильтиньяна-Каллоджио-Мозера в случае n равно 3. Вот он тут написан. Первое замечание, что на самом деле это не трехмерный объект, а двухмерный объект. Потому что если мы сделаем замену переменных, ну, вот, перейдем от переменных x, переменных y, вычтя координату центра массы, тогда лаплосиан перепишется в таком виде, и видно, что вот эта переменная просто отделилась. А остался двумерный оператор с постоянными коэффициентами. Ну, а что касается этого члена, тут у нас на самом деле видно, что сумма всех y равна нулю. Поэтому здесь вот y3 я могу записать как минус y2 минус y1, так что на самом деле этот оператор, он становится не очень симметричным, конечно, если y3 исключу. Тем не менее, это вот такой нормальный оператор с двумя независимыми переменами. И вот, например, формула, которая приводит этот гамильтян к пульномиальному виду. Вот если мы сделаем такую замену переменных, перейдем от y1, g2, к x, y, то получим вот такой вот симпатичный гамильтян с пульномиальными коэффициентами. Значит, более того, была известна формула, которая приводит тригометрическую версию этого гамильтян к пульномиальной форме. Вот такая замена переменных, в тригометрическом случае, дает тоже оператор с переменными коэффициентами, чуть более сложными, чем тут написано. Возникает там параметр дополнительный. А то, что она, по-инскому, ограничена, ничего, да? Что ограничена? Ну, они нам ограничены все это, когда их цифры, у тебя будет отминут, все это будет отминут, все это будет отминут, чтобы она нет. Но, когда она заменит тригометр, косинус очень большой не бывает. А, да. Значит, беда в том, что вообще вот эта вот задача о том, как придумать замену, которую дифференциальный оператор приводит к пульномиальной форме, абсолютно ненаучно. Я совершенно не понимаю, как можно такую задачу делать. Сам турбинер, он набрал много разных рецептов, таких на уровне. Ну, например, одни его рецепты основаны на том, что, например, в этом примере видно, что симметрические функции. Есть в каком-то смысле тоже симметрические функции. Но в электрическом случае все эти рецепты не работают. И, собственно, моя идея была в том, чтобы попробовать, ну, как-то вот научно подойти к этой задаче. И в результате удалось таки придумать замену переменов. Но в чем научный подход состоит, я как раз и буду рассказывать. Формулы, правда, напишу. Потенциалы-то где след? Что? Потенциальные слагами где следы расстался? Вот он только и есть. Мы производим. Нет, весь потенциал размазался по... Нет, там, где не было дифференцирования. Там, где не было дифференцирования, что за дифференцирование стало? Ну, он перестал, оператор перестал быть потенциальным. А полюса когда делись? Плюса пропали за заменой перемен. Вообще это замена чисто в отзыве, наверное, да? Нет, я хочу это рассматривать на локальном уровне. Конечно, потом можно изучать аналитические свойства такой замены. Они имеются. Но, тем не менее, вот пропали полюса. То есть нужно, чтобы были коммутирующие операторы, а где будет все? Ну, коммутирующие операторы, конечно, по-прежнему останутся. Если они были там, они будут коммутируют и здесь. И, более того, все коммутирующие операторы тоже станут операторами, с полимерными коэффициентами, естественно. У меня есть именно церковное решение? Так, вот та формула, которую я обещал. Вот утверждается, что такая замена переменных превращает эллиптическую систему Каллоджио-Мозора, простейшего в операторах, с полимерными коэффициентами. Отпрос еще. Видите, вы сказали, что у него есть достаточное число коммутирующих операторов. Что значит «достаточное»? Ну, как всегда, n-1, в этом случае – 1. Дефекциальных операторов, локальных, вот если n-1, есть? Ну да, ну как квантует и гребен, что-то, если все это включается в семейство из n коммутирующих операторов. По крайней мере, с этого не начинают. По крайней мере, с этого не начинают. Надо източнение пространства, на котором все происходит. Ну, это уж ладно. Тут, вообще, на самом деле, рассмотрения локальные, конечно, как всегда у меня, там уже нужно… А как при этом выглядит оператор, можно понять? Я напишу потом чуть-чуть другой калибровки. Но, значит, история была такая. Поскольку эту формулу никак не удавалось придумать, непонятно, как ее придумать просто вот так вот. Идея была такая, что сначала надо придумать пренемиальную форму, а уж потом, зная и пренемиальную форму, и то, с чего мы начинаем, замену придумать все-таки в раз проще, чем если ты не знаешь, к чему ты хочешь прийти. Вот поэтому идея была развить просто теорию вот этих вот пренемиальных интегрируемых гаментинянов, которые, в принципе, могут получиться из гаментиняна вот такого вида. Вот, предположим, что мы как-то привели к какой-то замене этот гаментиняной форме. Что мы вообще про него можем сказать? Во-первых, мы можем сказать следующее. Значит, рассмотрим множество всех дифференциальных операторов с двумя независимыми переменами с пренемиальными коэффициентами. Вот эти вот все А, Б, С, Д, Е и Ф – пренемиальные коэффициенты. Значит, во-первых, если этот оператор произошел с помощью замены переменных из оператора Лаплас плюс что-то, мы можем сразу сказать про старшие вот эти коэффициенты следующее. Это геометрический факт, хорошо известный, конечно. Рассмотрим метрику с верхними индексами, вот таким образом определенную. И если замена переменных сводила это к постоянному коэффициенте, то это метрика плоская. Значит, у нас первое условие, которое мы налагаем на класс изучаемых дифференциальных операторов, состоит, что метрика, заданная старшими коэффициентами, плоская. Второе, на самом деле, о чем надо позаботиться, но даже если мы, как бы сказать, обратным преобразованием сделали вот это с постоянными коэффициентами, нам еще надо убрать первую производную. Одну первую производную мы всегда заменой переменных можем убрать, но нам надо обе производные убрать, чтобы у меня был лаплас плюс потенциал. И это уже некое условие, которое связывает между собой коэффициенты А, Б, С, Д, Е и Ф. Это условие тоже, в общем, довольно хорошо известно. Так, это сначала у меня обсуждается первое условие. Плоскости. В случае двух независимых переменных у тензора кривизны, которая должна равняться нулю, ровно одна нитривиальная компонента, если ее явно выразить, это такое громадное, ну, на 50 примерно слагаемых, соотношение между коэффициентами, ну, вот этой вот кларотичной формы. Это странная какая-то буква. Соотношение должно быть между А, Б и С. Видимо, это А. Вот, ну, примеры. Надо сказать, что вот эта вот задача о плоских метриках, она, например, в теории Дубровина встречается, и там вся фактически теория Фрабениуса многообразия построена на семействах плоских метрик, зависящих линейным образом от параметра. Вот я здесь просто привожу А, Б и С для непри плоской метрики, в которой имеется три параметра для любых значений параметров на плоской. Такая метрика возникает из анализа соответствующих дифференциальных операторов. Ну, хорошо. Значит, мы зафиксировали одно требование. Метрика должна быть плоской. То есть вот такое довольно страшное выражение дифференциальное от коэффициентов должно равняться нулю. Значит, второе, как я уже сказал, это условие того, что мы можем заменой переменных убрать коэффициенты при первых производах, чтобы привести к потенциальному виду. Оно записывается следующим образом. Значит, d это у меня детерминант, какой там, ac-b2. И вот тоже некое дифференциальное соотношение дополнительное, которое мы должны удовлетворять коэффициенты. А то не получается, что эти дополнительные проценты, это, на самом деле, символы Христофеля, соответствующие метрики с пользовательными методами? По-моему, нет. Это же коэффициенты новые, они же не выходят в метрики. Но они получаются после преобразования от плоских коэффициентов. Нет, нет. Ну, а если мы считаем, что этот оператор получается из плоского, абсолютно из плоского, да, с нулемыми преобразованием коэффициентов, то, возможно, если проследить, то они... Нет, я не думаю, может быть, это и правда, Но меня интересует... Если вот, Андрей, если плоский случай, что пусть у нас старший сам стенден, тогда это будет старшее подъемное поле ноль, да. Но это символы Христофеля не порожденные метрики, это независимо. Метрика же плоская, а они нет. Нет, ну просто если взять, сделать преобразование, да, к новому координату, то лучше для метрики есть координаты для этого звания, не для этих. Если на них посмотреть, может это преобразование, которое... Нет, я там уже регулирую плоскую метрику, а в этой... Ты не обязаны быть ноль, в принципе, плоскую метрику. В общем, похоже, что нет, но я сразу... Я не могу отреагировать. Я не могу отреагировать. В любом случае, вот вам условия потенциальности, записанные в дифференциальное тожество. Вот третье условие, которое накладывается на класс операторов, это ключевое наблюдение турбинара, экспериментальное тоже, в смысле не экспериментальной физики, экспериментальной математики. Оказывается, что все полиномиальные формы, которые получаются здесь, обладают следующим замечательным свойством, что это... Ну, если у нас оператор с полиномиальными коэффициентами, и мы действуем на полиномы, то получается полинома, естественно. Так вот, оказывается, что все эти операторы сохраняют, потому что у всех полиномов степени меньше или равных n, где, вообще говоря, n свое для каждого оператора. То есть не выводят за... Ну да, вот не повышают порядок. Понятно. Значит, во-первых, что на самом деле... Ну, чуть попозже обсудим, какой навар мы можем с этого условия получить, пока будем рассматривать экспериментальный факт, и наложим дополнительно к двум условиям потенциальности и плоскости метрики. Вот третье условие, что существует для некоторого n, вот это пространство полиномов степени меньше равных n, которое не выводится этим оператором, ну, n-вариантно относительно от оператора. Между прочим, это значит, что сразу мы имеем конечномерное пространство, на котором действует оператор, это значит, что мы можем найти спектр на этом пространстве. И удивительным является то, что когда на уровне примеров проследишь за этим спектром, у нас же в исходной задаче, когда Шейзингер был, у нас был обычный физический спектр из r2. Так вот, оказывается, что первое собственное значение вот этого физического спектра совпадают со спектром, вот этим уже действием в полиномиальной форме на полиномах. Ну и вообще, если мы здесь знаем собственные функции и собственные значения здесь, мы сделаем обратное преобразование и найдем явно некоторый набор собственных значений и собственных функций для исходного оператора. В общем, такое ощущение, что в эллиптическом случае это может быть даже явно и неизвестно было, явно и не выписано вот эти вот собственные функции, которые приходят с этого пространства при помощи обратных замен. Хорошо, теперь посмотрим, что вообще вот это ограничение, и вот это ограничение, что оно реально накладывает, какие реальные условия накладывают на коэффициенты оператора. Значит, оказывается, вообще, если мы хотим изучать там интегрируемые операторы с понимаемыми коэффициентами, какая главная проблема? Что мы не знаем, какое ограничение на порядке полиномов можно наложить. А если мы позволяем полиному какого угодно порядка, ясное дело, что мы никакой теории не построим и никаких утверждений не докажем. А вот это условие номер три, оно, оказывается, накладывает ограничения на порядке полиномов, на структуру полиномов. Вот утверждение, что если вот это свойство турбины выполнено, то А имеет вот такой вид, оно вот не больше, чем четвертой степени, причем эти вот коэффициенты при четвертой степени они, в Б и в С те же самые. То есть имеется некая структура, мы видим теперь, что по порядку полиномы не сильно завязают бесконечность, и что множество всех этих операторов, которые свойству три удовлетворяют, оно имеет размерность 36. То есть 36 параметров в задаче, если мы накладываем условие три. И теперь эти параметры надо как-то определять из условия плоскости метрики и потенциальности операторов. Это вот, да, это вот остальные коэффициенты. Мы видим, что вот эти коэффициенты зависят от n. n это вот порядок пространства полиномов, который сохраняется. Теперь, как всегда, при попытках что-то исследовать, надо понять, мы это рассматриваем с точностью любых преобразований. Вот удивительным образом оказывается, что если мы у любого оператора удовлетворяющего турбинерского свойства сделаем вот такое преобразование проективное, здесь у меня P, U и R произвольная полинома первой степени. AX плюс BY плюс C. Значит, три полинома первой степени, восемь параметров реально, ну потому что однородное. И если мы потом L вот так подкрутим с помощью знаменателя, то снова получится оператор, который удовлетворяет тому же свойству, который имеет вот такой вид, но с другими константами. Поэтому, естественно, рассматривать оператора с точностью до вот этой вот группы преобразований, которая там изоморфная S3. теперь можно, на самом деле, изучать действия этой группы, если там, ну стандартным образом, у нас, значит, в 36-мерном пространстве имеется представление вот этой группы, мы можем там его на неприводимую разбить, что-то там посчитать. результатом этой деятельности является набор N-вариантов. Значит, вот тут выписаны два N-варианта, которые мне удалось найти, ну и которые помогают как-то доказывать в неквивалентность, например, моделей, еще там чего-то такое делать. Один вариант квадратичный, другой кубичный по коэффициентам. Но на самом деле, я думаю, что эта задача решается. Какая задача, собственно? Классификации вот таких вот операторов по модулю вот этих преобразований, которые утворяют свойства 1,2, плоские и потенциальные. Вот тут хорошо поставлена тематическая задача, просто писать все такие операторы, а уж что получится, то получится. Она решаемая, но тяжелая. Вот пока решена более простая задача, а именно, значит, предположим, дополнительно. Ну как в такой ситуации, когда у меня много коэффициентов упростить задачу? Если мы наложим дополнительное требование, что имеются дискретные симметрии у оператора, то коэффициентов станет меньше, жить станет легче. Так вот, наложим дополнительные условия, что оператор инвариантен относительно к фонде отражения. С помощью преобразования или без ограничения общности можно свести дело к тому, в таком случае, что оператор должен быть инвариантен относительно замены x на x, y на минус y. вот такая дополнительная инволюция. И вот в этом случае удается полностью разобраться с тем, какие операторы бывают, выделить эллиптические случаи, и потом один из этих эллиптических случаев оказывается пронименной формой для эллиптического колоджира Мозера. Значит... Ну вот, я тут какие-то примеры пытаюсь привести. Если мы потребуем, чтобы у оператора L дополнительно была дискретная группа симметрии, например, группа ромба, тогда коэффициентов становится независимых меньше, все считается руками, получаются примеры. Ну вот, например, пример, который не только вот этим симметрическим свойством обладает, но и вторым. То есть это вот уже группа такая дискретная и более богата. Вот пример оператора с указанными свойствами. И, на самом деле, если мы дискретную группу вот такого типа... Сколько он там? Трех параметрических? Или четырех? Трех параметрических. Но n у нас еще тоже параметр, который первоначально был размерностью пространства полеменов. А в конечном ответе получается, что это n вообще может тоже считать любым параметром. Значит, интегрированность есть, когда n вообще любой число, а не только целый. Валер, я сейчас... Хорошо. Предположим, предположим, что у меня имеется вот эта вот дискретная симметрия. Это означает, что на коэффициенты накладываются вот такие условия, что коэффициент а симметричен при этой замене, b косо симметричен, c симметричен. Ну, вот здесь вот выписано условия, и параметров становится меньше. Но и группа, которая у нас допустима, она тоже, естественно, становится меньше. Мне нужны те преобразования из группы, которая сохраняет симметрию. Оказывается, что вот такие преобразования сохраняют симметрию, и реально у меня теперь группа стала не SL3, а SL2. Ну, дальше можно опять для того, чтобы найти правильную запись, чтобы найти варианты, посмотреть, как такая группа действует на векторном пространстве, составленном из коэффициентов. И такой анализ показывает, что, во-первых, коэффициенты нужно записывать вот в таком странном образом. Вот таким странным образом. Вот не обозначать вот это новым полиномом. Это у меня полинома. П, Q, R и S. П четвертую степень имеет Q, R и S вторую, еще полином нулевой степени есть. Но, как бы сказать, странно, потому что вот это тоже полином второй степени. Надо записывать именно так. Почему? Потому что при преобразовании, при такой записи, каждый полином преобразуется независимо. То есть его коэффициенты выражаются только через его же коэффициенты и коэффициенты преобразования. В частности, это самое важное, вот этот полином четвертой степени преобразуется совершенно классическим образом, так как преобразуется, ну, в эллиптическом дифференциале при замене переменных. Вот. И дальше мы уже хорошо знаем, что с помощью дробно-рациональных преобразований можно с полиномом четвертой степени сделать. мы можем три точки, три его корнями. С корнями что можно сделать? Три корня можно отправить, ну, например, в бесконечность 0 и 1, а с четвертым корнем мы ничего не можем сделать. С помощью дробно-рациональных преобразований три точки любые, любые три переводятся, но четвертое какое есть, такое есть. И вот этот четвертый корень это на самом деле эллиптический параметр во всех эллиптических задачах. Теперь мы, зная все это, даем, естественно, определение, что вот эта модель называется эллиптической, если у полинома P четыре разных корня. Значит, и эта модель называется тригометрической, если у полинома P имеются два слипшихся корня, тогда обычно этот двойной корень отправляют на бесконечность, а два оставшихся корня в 0 и 1, тогда этот P приводится к виду x умножить на x минус 1. А в эллиптическом случае, ну, вот к такому виду. Значит, один корень на бесконечности, один 0, один единица и третий корень U. Эллиптический параметр. И основной результат здесь состоит в следующем, что все эллиптические модели, вот в этом смысле, перечислено, они найдены, их получилось ровно две. Ну, и там после некоторых экспериментов стало понятно, какая из них соответствует эллиптическому коллоджеру. Честно сказать, вторая, чему соответствует, она тоже эллиптическая несомненно, я подозреваю, что она соответствует системе корней BC2, но это я не проверял. Я не очень верю, что это новое что-то такое, хотя при классификации тригометрических P, может быть, и новое можно найти потенциалы интегрируемого оператора. Значит, вот что я должен сказать. Я говорил, что я хотел бы здесь интегрируемое, вроде бы, искать оператора, а сбился на другую задачу. Я теперь ищу операторы, у которых метрика плоская, которые потенциально и удовлетворяют свойства турбинера. А про интегрированность я забыл. Я, на самом деле, не требую теперь наличия коммутирующих операторов. Так вот удивление состоит в том, что все, которые получаются здесь, они автоматически оказываются интегрированы. Если они удовлетворяют плоскости метрики, потенциальности, и наличие вариантов полимерного пространства, они автоматически с чем-то коммутируют. Это некое удивление экспериментальное. Всего лишь нужна какая-то одноразмерность N, неважно какая для данного оператора. Да, коммутируемая, да, лишь бы не внести. Ну, вот для одной из этих моделей коммутирующая оператор третьего порядка, для другой четвертый. Итак, ключевым утверждением является вот это. Оно сравнивает корни P и корни полинома S. Где у меня S? Вот полином S еще есть второй степень, и полином P четвертый. И вот анализ условия плоскости метрики показывает, что каждый корень S является корнем P. Ну, поэтому возникает в принципе две возможности. либо у S кратный корень, и он один из корней P. В таком случае без ограничения общности можно считать, что S это просто X квадрат. Либо у него разные корни, и они тоже являются корнями здесь. Значит, без ограничения общности можно считать, что корни S это один и ноль. И вот эти два разных случая дают две разные электрические модели. Они по существу разные. И не похоже, чтобы вот это являлось пределом вот этой, когда корни сливаются. Если есть предельный переход, то он какой-то такой непростой. Итак, вот в этом случае, в первом, из условия плоскости метрики получаются следующие формулы для коэффициентов дополиномов вот этих S, R и Q. И оказывается, что именно вот этот случай соответствует электрическому колоджеру. Вот не этот, как можно было подумать, с разными корнями, а с крапиванием. Ну, теперь после того, как мы нашли из условия плоскости коэффициента в главной части, из второго условия потенциальности моментально находятся остальные три коэффициента при первой производной и при нулевой. И вот полностью описание ответа в случае A. В случае B ответ описан этими формулами. И разница, на самом деле, вот в чем. Здесь видно, что никаких параметров вообще кроме U нет. То есть электрический параметр, конечно, есть, но вот здесь никаких параметров кроме N не появляются. То есть такая жесткая однопараметрическая ситуация. Вот это N, оно на самом деле связано с этой скаплем constant G, там она была с самого начала. То есть она тоже должна быть. И ничего больше. А в этом случае видно, что здесь параметр 1, а здесь еще параметры λ1 и λ2. То есть на самом деле потенциальная форма, если вернуться обратно, она в потенциале должна кроме капленных constant эллиптической константы еще 2 произвольные константы содержать. Но вот если посмотреть на кандидатов, то как раз в BC2 там вроде произвольных 2 параметра имеются. Ну а дальше, как я уже говорил, была взята вот эта модель. Значит, мы знаем полемиальное уравнение, мы знаем эллиптическую форму. Надо найти замену переменных. Это довольно тоже трудно, как ни странно, даже если мы 2 уравнения знаем найти замену переменных. Но это с помощью разложения вреды в правильное удалось угадать ответ, а потом проверить, что ответ правильный. На самом деле видно, что здесь есть, как бы сказать, поле для деятельности, какие-то задачи тут какие-то возникают. Конечно, хотелось бы полученную формулу обобщить на произвольное N. То есть Турбиллер полностью уверен, что для произвольного N эллиптических коллоджеров тоже приводятся к полемиальной форме. Но я, в общем, тоже в это верю. Но там надо просто разобраться, что это все значит. Иначе как-то не видно, как обобщать на произвольное N, а руками считать для большего N – это уже дело совершенно гиблое. Вот это все, что я могу сказать. Окей? Спасибо вам. Окей, вопросы? Можно вот вернуть моему первому простому оператору? Я просто вот это вот самое-самое. Вот, вот этот. Нет, еще выше. Наверное, на предыдущем. Я верю в виду, что вот там стоит локусиан плюс что-то, да? Локусиан записать в виде Ж, допустим, ИЖИ, ДИ, ДЖИ, да? Мы его также можем записать как ЖИЖИ на ЛАИ на ЛАЖИ, да? К варианту. То есть, ты хочешь сказать, что эта штука в оператор эксперимент после перехода? Ну, после эксперимента, она не измерится. Так и делается. Поэтому вот эти линейные члены, это на самом деле все-таки символы из создания с поднятыми игоцами. И значит, они через меня в полимерном случае я же не могу это... Еще калибровка делалась или нет? Калибровка, в смысле, подкрутки, да? Да. Она делается, потому что группа-то как действует у нас? А еще калибровка есть. Группа вот как действует. Ну и, так как она поменьше, надо сделать преобразование в эксах и еще сопрячь оператор с правильной степенью знамена. Иначе она полимерно не перестает. Так. Фима, пожалуйста. У меня тоже к самому первому слайду я даже не пошел. Вот там это буква, которой ты очень мало интересовался, константа взаимодействия. Тосический спектр ведь от нее сильно зависит от знака, падения на центр. А твое n, ты говоришь, с ней связано? Какое-то совсем произвольное. Как это такое? g это примерно n плюс 1. Вот так, да? Я не сказал, что число локальное. И ни о каких оновых функциях. Но спектр, он интересуется. Нет, оно меняется. Если вы рассмотрите задачу локально, как вы вообще отделите спектр? Нет, на самом деле, если последить за заменой переменности, там можно и за глобальными свойствами последить. Это уже отдельная ситуация. Там спектр вполне можно. Вот, другое дело, я сам был удивлен отчину. В одномерном случае, я знаю, что в равнении лома, нам Захаров говорил, здесь стоит n на n минус 1, и тогда мы интегрируем. А если это не целое, то не интегрируем. Вот здесь это не так. А здесь что хочешь сказать? А здесь это не так. Здесь ты все что угодно, при любом g, эта штука обладает мутирующими операторами. мутирующими операторами, мокальными, а это может быть про спектр, который нормировал мои функции. То есть тут обязательно нам тогда спрашивают про глобальные свойства. Окей, ну, нет еще вопросов. Давайте поблагодарим партнеров. Конференция закончена. Я бы хотел поблагодарить всех партнеров за их поддержку. Давайте поблагодарим. Меня зовут . . . . . . .